доброе утро друзья меня зовут елена вы на канале о вышивке и сегодня я вам расскажу какие работы у меня закончены какие я продолжаю вообще какое у меня вышивальное настроение значит перед собой вы видите мой текущий процесс я он в принципе был у меня в моих планах на этот год так как здесь осталось около на данный момент мне уже осталось около там 40 где-то 45 процентов вышить я его активно заканчиваем это все кола франс от миробилия я сейчас то есть ясно самый первым самым первым этапом я вышила верхнюю часть и сейчас я вышиваю им юбки но здесь они вышиваются очень очень легко потому что вы сами видите какие большие площади зашивки в этих платьях то есть они вышьются у меня наверно мне осталось неделька неделька и там какие-то детали плюс пришить бисер верхней части бисер весь уже пришит и в нижней там не так много это мой текущий процесс но до него я закончила целых три работы сейчас вам покажу я закончила очень большой сэмплер здесь плотная зашивка и я бы назвала его большой работой большим сэмплером это english garden от сэмплер с not forgotten вот результат потрясающий это ткань newcastle цвет бурый ниточки викс да и векс все вышито по ключу ну кроме основы основа здесь должна быть другая но я люблю в принципе основы от свайгард они мне более здесь доступны и подобрала вот такую ткань в принципе мне все очень нравится мне кажется все отлично очень красивый сэмплер и вы наверное помните что я вам говорила что мне не хватило не так но заказала я количество не так все по ключу а вот в ключе как раз и ошибочка возникла поэтому я спонсором этого отшива является марелька маша девушка которая тоже ведет свой канал на youtube я оставлю внизу ссылочку у нее кстати огромные классные запасы мелхилл она фанатка и там какие-то такие не только мелхилл на самом деле не только мелхилл потрясающие наборчики интересный канал всегда смотрю потому что очень очень много всего новенького и вот она мне прислала в это непростое время ниточки которые не по счастливой случайности оказались в наличии недостающие и я смогла тут причем прислала очень быстро то есть там буквально наверно пять дней 45 дней они до меня шли и я уже сразу же приступила к заканчивание этой работы очень красивая палитра здесь очень красивые цвета это цемплер конечно же его нужно вышивать по ключу тут никаких даже подборов и так далее потому что вся красота именно в этих нитках или тогда уже конечно всем свой подбор делать но там уже результат будет совершенно другой да тут кого нечего говорить то есть тут такой сэмплер который только так как задумал автор единственное что можно поменять это конечно же основу и я вам сейчас покажу вы для себя записывать если вы планируете вышивать этот сэмплер вот смотрите нитки то есть вот этой нитки это белая мне не хватило совсем чуть-чуть если вы экономная вышивальщица то постарайтесь экономить и возможно вам хватит тут буквально буквально чуть-чуть то есть на эту ниточку тут два матка обратите внимание что может быть вам удастся сэкономить вот этот вот этого цвета надо 4 матка тут как бы вы не экономили именно 4 сначала я думала 3 но я рада что я попросила маш прислать все таки 2 матка 4 нужно я оказалась права и вот этого цвета нужно 3 матка все остальное в принципе так как здесь написано и там по чуть-чуть осталось сейчас я вам покажу остатки чтобы вы сориентировались видите двести десять крестиков на триста шестьдесят один крестик ну такой немаленький немаленький дизайн и все ниточки не в xd wax так а ниточки какие ниточки остались сейчас вам разложу ну вот осталось по пол матка а вот синий вы видите это вот как раз синий цвет которого 4 матка надо то есть его тут осталось не так-то много то есть 4 матка вам точно понадобится такой вот этого цвета надо совсем чуть-чуть на птичку буквально поэтому он практически не использован вот белый здесь практически мотопа что мне не хватило несколько крестиков сделать вот они все вот это вот тоже много совсем чуть-чуть вот принципе такая история с этим сэмплером и вот видите сейчас вам покажу не выбросила еще сейчас выброшу после съемки виде сколько моточков у меня ушло вот вик заявок конечно классные нитки я в этот раз когда вышивала я почувствовал разницу по сравнению с classic color works те нитки они более сухие и постоянно запутываются при вышивании эти же нитки они более такие гладкие не пушистый то есть если вы ниточку одно выделяете то она не пушистая на такая хорошая плотненькая ниточка ей очень приятно вышивать то есть вот это очень классные нитки а classic color works конечно значительно отличается по качеству если вы вышивали может быть вы заметили если нет то такой вот вам мой отзыв об этих нитках я прям наслаждалась на самом деле и цветом который получается в итоге результат и самим процессом просто прекрасный сэмплер во всех отношениях удовольствия от результата и удовольствие от самого процесса вышивки небольшие пополнения запасов это небольшой такой наборчик мелхилл рождественский и маленький набор наборчик ланат это все мне прислала марелька вместе с нитками ланарт вообще это мой первый набор ланат который у меня только есть ни разу не вышивала и он такой милый маленький наверное какой-нибудь раритет видите совсем небольшой здесь равномер очкам потрясающий дизайн хочется хочется его повышевать и я думаю что я вряд ли этот дизайн буду оформлять в рамочку скорее всего это будет такой красивый пин кипчик подушка который будет висеть у меня на кухне такая вот идея наверное вы помните мои вот эту работу от кэрич хаус сэмплингс это сара спор я здесь все-таки вышила надпись насчет надписи это мне подали идею в инстаграме девушка когда я спрашивал совет это было достаточно давно и в общем я вышила надпись инициалы и немножечко этот сэмплер так стал более заполненным и на мой взгляд он закончен еще одна моя законченная работа это хастрин сэмплеры вот такой вот дизайн это такой маленький парный дизайн к всем известному кофе квакеру и что интересно что примечательно в этом дизайне используется все те же цвета ниточек что и в кофе квакере поэтому если вы планируете вышивать то можете смело брать эту схемку того что у вас останется от вышивки этого дизайна если вы вышиваете по ключу вам вполне хватит и на этот дизайн очень милый очень классные вышила его то есть у меня было где-то 50 процентов вышито и остальное я вышила за один день мой вышивальный вот что у меня получилось это будет у меня пин кип который я повешу на кухне потом покажу скоро буду вставать свою швейную машинку но мне скоро пригодится и как раз сооружу этот пин кипчик ну или подушечка такая посмотрим там как у меня получится вот так вот сделаю веревку такой жгутик да и будет висеть у меня на кухне милый кофейный дизайн здесь кстати эту схемку не дарила дана и здесь я вышла наши инициалы такая виртуальная кофейня где мы встретились и выпили чашечку кофе а здесь у меня 19 и 20 19 в девятнадцатом году у меня основные воспоминания об этой схеме потому что я начинала ее в девятнадцатом и закончил ее в двадцатом году поэтому именно эти цифры здесь у меня под корзинкой остались очень очень быстро вышивается то есть наверное ну пара дней и вы вышили этот эту работу также я закончила плиточку от те гувернер это был набор на льне плиточка с тюльпанами также у нее есть еще наборы вот у меня есть наборчик с мельницами и потрясающие наборчики с корабликами там основном в синих таких оттенках эти плиточки здесь передается то что состаренность этой плитки крестиками как будто какие-то сколы есть на плиточки такие потрясающие дизайны вышивается очень быстро здесь видите небольшая совсем зашивка очень так как варельно это 36 каунт и вышивается все в одну ниточку тоже быстро и и и до до вышивала милый такой дизайн обязательно буду вышивать свои мельницы так очень красиво голландская плитка хоть я сейчас таком настроении когда у меня хорошо заканчиваются работы то есть я настроена заканчивать я и думаю уже о том как бы мне сорваться и поначинать что-то новенькое просто невозможно и мне так хочется начать вот этот дизайн но я здесь очень много сомневаюсь с основой потому что видите здесь много белых деталей это все делает этот цемплер очень очень красивым но нас этой основе которая по ключу тут причем даже не написано какая какой номер ну неважно в общем здесь очень сложно подобрать основу потому что белые детальки будут сливаться поэтому мне хочется что-то такое сделать с основой чтобы это все было видно я даже начала вышивать вышивать этот дизайн но здесь я не по ключу вышивала видите во первых стежки ввела в дизайне сатиновые вот здесь хотя здесь вышивается крестиком и просто вышли думала что может быть я вышлю на этой основе и все цвета да вот светлые просто буду белым вышивать и все это будет видно но это как идея может быть я немножечко сейчас подумаю передумаю может быть мне надо бы заказать образцы где-то образцы newcastle или и эдинбурга но эдинбург я редко вышиваю не люблю эдинбург newcastle чтобы посмотреть и что-то подобрать даже идея была вышить может быть взять цвет попробовать бурый на котором я english garden вышивала да то есть он будет тогда весь светиться я просто немножко сомневаюсь насчет каких-то серых оттенков потому что видела кушевают на каком-то таком голубовато-сером и это там с переходами было да и этот сэмплер он смотрится более таким мрачноватым там как будто плохая погода до сгустились тучи и тут такое все вроде как яркое какое-то противоречие есть в этом подборе цвета поэтому но опять же вышивать на каком-то желтом слишком желтым да вот бежевый хотя бы тут вот какая-то чистота есть то есть желтая немножко сомневаюсь потому что у меня так много вот этого бежевого цвета хочется чего-то такого свеженького я пока не понимаю чего вот решила немножечко оставить хотя я бы начала бы продолжила и уже бы на самом деле с удовольствием вышивала но не хочется вышить много-много всего и потом так раз и передумать вот такие вот мысли по поводу этого сэмплера строю уже планы насчет того что по начинать скорее всего может быть в июне я покажу вам китон еще новые старты по начинаю потому что закончила достаточно много работ и тоже наверное в этом уже видео и покажу как я вычеркнула сколько у меня работ закончена какой-то итог сделаю до в июне вот так же не знаю буду начинать этот дизайн или нет вот этот это виктория сэмплер ну наверное конечно же начну готовлюсь уже с хардангером на самом деле так сложно приступить то есть я понимаю что сейчас вот крестики здесь повышеваю потом когда идет очередь до вот этих каких-то сложных стежков и хардангера что скорее всего я такая испугаюсь и отложу потому что это же надо вникнуть то есть это не тот дизайн при котором я там сяду и буду сериал смотреть да и там шпарить крестики как обычно это в сэмплерах бывает без всяких заморок а тут надо будет прямо вникать и думать и как бы требуется как-то собраться морально вот такие мысли в общем и я здесь уже разобрала ниточки на досуге просто было настроение видите здесь перлия это все шелк такой интересный причем здесь шелк от крейник есть вот этот к примеру крейник он такой видите как будто это и хлопок какой-то совершенно но на самом деле это крейник шелк крейник шелк здесь вот видно что и на ощупь и так что это шелк а здесь он такой какой-то матовый интересно есть вот такая шерстяная ниточка от waterlilis шелк вот видите вот это глориана сразу узнается цвет тоже глориана и вот такая вот перлешечка такая она классная на ощупь перлешка не помню от какой там фирмы и и здесь много это наверное коврик ей квилтик вышивается по периметру она просто потрясающая на ощупь такая вся вот этим я занимаюсь готовлюсь в общем собираю ниточки к будущим стартом и наверное в июне немножечко по стартую там может быть по дня 2-3 повышеваю какие-то новые дизайны ну что-то вот какое-то такое настроение потому что хочется а потом наверное снова буду продолжать то что у меня начато и вот такие вот у меня дела на этом я буду заканчивать свое видео всем желаю хорошего настроения вдохновение на вышивку отличные погоды я слышала что в москве достаточно холодно у нас стоит жара прям жара 25-30 градусов очень тепло я так давно ее ждала на самом деле поэтому я рада что у нас так тепло мы много гуляем я кстати еще посчитала вышиваю жумеробилию сейчас circle of friends и вышиваю по саге и мне было интересно посмотреть сколько крестиков я вышиваю в день вышиваю я каждый день и у меня в среднем получается 700 800 крестиков но это такой летний режим я думаю что зимой скорее всего я ближе к 1000 вышиваю за день а вот летом потому что сейчас много гуляем плюс я работаю их то есть это буквально какой-то вечер до или утра и выходит где-то 700 800 крестиков опять же тоже такой наверное немножко болтологии сейчас будет отвлечение насчет того откуда до откуда берется это время на вышивку и так далее надо отметить что секрет прост у меня очень рядом находится моя работа у меня очень рядом находится там буквально в соседнем дворе работа в другом соседнем дворе рядом детский сад причем сейчас пока чаще все равно муж его уводит забирает все магазины рядом живу я в центре то есть я не трачу время на какие-то пробки на какие-то вот такие вещи то есть все у меня вокруг организовано так что у меня все под рукой поэтому то есть если какие-то бытовые вещи уборка и так далее понятное дело они остаются единственное что сейчас очень много помощников таких как и стиральная машина и посудомоечная машина то есть это тоже все время очень экономит поэтому у меня вполне получаются вот эти мои 700 800 иногда наверное в лучшие времена 1000 крестиков в день потому что я не трачу время на какие-то пробки то есть все у меня под рукой все рядом даже какой-то сходить допустим если нужно в какой-то большой торговый центр так у нас вот пару лет назад прямо в центре построили торговый центр где есть и все эти известные марки одежды и какой-то большой магазин продуктовый ашан и так далее то есть все рядом все в пешей доступности спортклуб тоже рядом в центре то есть время значительно конечно экономится а так раньше я достаточно много времени тратила мы жили в другом месте да и много времени тратила на путь там с работы домой и это естественно даже если посчитать путь на работу потом домой да это два часа в день два часа в день и потом уже конечно же в пробках постоишь и уже не вышивать там пока приготовил пока это и спать да то есть они теряются здесь же когда все рядом организовано конечно экономится значительно большое времени которое вы можете потратить на на жизненно там погулять сходить в кино и так далее погулять тоже вот несколько шагов пройти мы в принципе в центре живем у нас есть где погулять поэтому вот и весь секрет хорошего вам настроения вдохновение на вышивку и пока пока